Меня зовут Максим Пудовкин, я являюсь старшим сотрудником института физики КФУ, и моя тема научной работы, в том числе дезертации, связана с нанотехнологиями, о чем, конечно, я и пришел вам рассказать. Первый момент, это как раз представлюсь снова, я институт физики, заканчивал, и мы сотрудничаем, также в нашей лаборатории мы сотрудничаем с микробиологами и находимся в главном здании КФУ. Вот так выглядит название моей диссертации, и здесь видно, что есть такое понятие, как синтез, характеризация наночастиц и так далее, поэтому мы будем с вами говорить сегодня про такие вещи, как синтез наночастиц с химическими методами, их характеризация физическими методами, а также некие моменты применения, ну не только в биологии, но и в других сферах деятельности, о которых чуть позже поговорим. Таким образом, вот мы будем говорить, немножко сузим нашу сферу деятельности, будем говорить про так называемые люминесцентные наноматериалы, возможно, каждый из вас видел вот такое явление флуоресценции, когда светят одним светом, он из числа перезлучает другой. Это применяется в том числе и в развлекательной индустрии, все видели вот эти вот замечательные палочки, хемолюминесценция, но и в науке также. И наш доклад с вами будет строиться по такой причине, по такой схеме. Мы поговорим, что такое нанообъект, мы поговорим, какие отличительные свойства нанообъектов есть и их объемных аналогов, а также мы поговорим о том, где их можно применять. Итак, начинаем с матчасти, с определения. Итак, нанообъект, согласно неким международным принципам, это у нас некий объект, у которого хотя бы в одном сечении есть размер от 1 до 100 нанометров. То есть таким образом к данным объектам можно отнести не обязательно какие-то частицы, но вот такие длинные, здесь показаны ворсинки, различные пирамидки, либо структуры более сложные, вот ядро оболочки здесь показано в правом верхнем углу. Стоит отметить, что 1 нанометр, это очень маленькая величина, это порядка 1 делить, вот видите, как на единицы, 9 нолей. То есть по большому счету, размер атома, это буквально прям, он может уместиться в этом вот, в линейном, в линейном рассложенном несколько атомов, очень маленький размер. Итак, давайте теперь посмотрим, а что будет, если мы возьмем нанообъект, что это такое будет уже за вещь. Во-первых, это уже не будет, допустим, возьмем кубик 10 нанометров, это уже не будет куб в том привычном слове, в котором у нас есть, потому что у нас, например, в одной грани будет прятаться около 50 атомов, то есть как обычная твердая села, смотреть нельзя. При этом, как поговорим, в первую очередь вот такой маленький объект, он будет меньше элементарного современного транзистора, он будет гораздо меньше, чем элементарная единица всего живого, это биологическая клетка, и он будет уже соизмерим с такими молекулами, как белки или какие-то сложные лекарства. Что из этого можно сделать, какой вывод? А да, еще очень маленькие важные свойства, что в нанообъектах количество атомов снаружи и снутри, оно более-менее соизмеримо, что нет для макрообъектов, где все вещество, все атомы сосредоточены в основном внутри вещества. Итак, таким образом, их можно применять в биологии, в медицине, различные нанообъекты на клеточном уровне. В схемотехнике тоже интересная сфера применения, когда мы исследуем стабильность схемы, а также можно эти наночастицы укомплектовывать вместе с какими-то сложными молекулами белка либо лекарствами, делать вот такие сложные композитные материалы. Третья как раз часть показана. Итак, одно из интересных свойств наночастиц в том, что мы в оптический микроскоп обычный их никогда не увидим. По той простой причине, что оптический микроскоп работает в оптическом диапазоне, то есть длина волны оптическая порядка 500 нанометров средняя, и поэтому нанообъект размером 50 нанометров, 110 нанометров, такие волны просто не видят. И мы просто будем, волны будут пролетать его насквозь, огибая. И таким образом, ожидая увидеть флуористирующую частицу в виде вот такой вот точки на экране, мы всего лишь увидим такое гало, размеры которого соизмеримы с размером длины волны. То есть не увидим мы саму частицу. Оптические микроскопы для исследования не подходят. Но что тогда делать? Есть такое замечательное, очень сложное и дорогое изобретение, как микроскоп электронный. Дело в том, что, как вы помните, есть такое понятие корпускулярно-волновой дуализм. То есть многие частицы обладают свойствами волны. И электрон не исключение. Есть такое понятие длина волны Дебройля. И она для электрона составляет порядка десяток доли нанометров. Поэтому электронный пучок, он способен нам разрешать и видеть нанообъекты. И вот здесь мы видим, что интересно, такие вещи, как клетки, полученные наши лаборатории в том числе, клетки, которые закладили наночастицы. И стоит отметить, что, к сожалению, ограничение такого микроскопа в том, что это происходит все в очень глубоком вакууме, так как электроны с воздушной оболочкой не проходят, будут возникать различные головинные процессы. И поэтому это происходит в вакууме, а образцы представляют собой не живые клетки, которые как-то там обитают, а именно клетки, которые специальным образом обработаны, в том числе и с солями тяжелых металлов, чтобы увеличить электронную плотность. Вот. Как получать наночастицы? Существует два метода. Первый — это снизу вверх, когда мы берем какой-то большой объект и начинаем его механическими способами, любыми другими, как-то пытаться раздробить. А второй — это снизу вверх, это обычно химическими реакциями такая вещь происходит, и можно получить достаточно большое количество наноматериалов. Одним из первых способов получить наночастицу, которая невидимая, являлся вот такое механическое измельчение. Просто люди, ученые в ступке долго-долго-долго перемалывали какой-то объемный кристалл в течение 9-15 часов, и потом это все в растворе, сепарировали, и верхнюю часть забирали, и вроде там как находились нанообъекты. Минус такого в том, что, во-первых, широкий диапазон, можно получить много частиц разного диапазона, они все исцарапаны и, как правило, загрязнены материалом в ступке. Для науки и для промышленности такое не подходит. Но, тем не менее, какие-то первые выводы сделаны были именно вот на таких объектах, о их свойствах. Второй момент — это лазерная абляция. То есть мы берем лазер, такой хороший импульсный, и стреляя в объект, он поглощает мощный импульс, и резко греется, и как бы выкипает, взрывается. И можно подобрать такие режимы, при которых у нас можно получить частицы вот тоже меньше 20 нанометров, это тоже применяется, очень интересно, можно получить в растворах, в спиртах, в воде. Ну и третий момент самый распространенный. Сейчас я покажу картинку из своей диссертации. Просто химическая реакция. И дело в том, что, может быть, почти каждый из вас получал наночастицы. Как правило, такие реакции с осадком. Осадок, он наноразмерный. Единственное, что он падает вниз, потому что там есть сопутствующая соль, но если его промыть, то, возможно, это были наночастицы. К крайней мере, здесь вот такая реакция приведена. Таким образом, небольшой такой итог, что мы будем с вами сейчас попробовать синтезировать все наши объекты с помощью химических методов синтеза и будем стараться делать не только какие-то наночастицы однородные, но и вот такие интересные композиты, пористые материалы, либо вот такие гибридные моменты, частицы. Мы только что об этом сказали. Итак, первое свойство — это наноразмерность. Это очень интересное свойство. И давайте начнем издалека, как раз со схемотехники. Как у нас, собственно говоря, из схемотехники перешли интересные принципы в биологию. Вот в 58-м году, в 2000-м году дали Нобелевскую премию, а в 58-м изобретена была господином Килби первая микросхема, и она была достаточно большая. Чтобы контролировать ее стабильность, тут необходимо, как вы понимаете, например, знать ее температуру. Если микросхема нагревается, значит, что-то не то, и можно принять какие-то решения. И тогда микросхемы были очень большие, и можно было делать обычными термометрами, либо тепловизорами, что сейчас, конечно, позволяет. Но, как вы понимаете, современные микросхемы, они очень маленькие. Так вот, есть интересное приложение. Если на такой микросхеме неоптимально распределить детали, сделать неоптимальную архитектуру, то микросхема, естественно, будет выходить из строя. Как мы можем об этих вот неоптимальных местах судить? А это называется локальный нагрев. То есть вот такие вот маленькие-маленькие микропожары, микропожары, если случается, то у нас, что происходит? У нас, значит, туда нужно уделить этой части схемы какое-то внимание, и там как-то оптимизируют расположение этих деталей. Но, как мы сказали, нанообъекты, а это как раз размером 100 нанометров, их не видно, да, с помощью обычных каких-то оптических моментов. И вот есть прекрасный такой способ. Это тепловизор, все вы знаете, визуализация температурных полей, объектов, различных домов, чтобы знать, где утечка. Так вот, у него длина волны порядка 7000-14000 нанометров. И согласно законам оптики, разрешение такого друга у нас составляет вот примерно длину волны пополам. Там форма очень сложнее, но это условно. И получается, что вот у нас мы будем, не сможем различать объекты меньше вот такого размера, там 3500 нанометров. Соответственно, если мы тепловизором посмотрим вот на, да, вот это будет что-то вот такое гало. Если мы тепловизором посмотрим вот на такую схему, скорее всего, будет какое-то расплывчатое. И учитывая то, что все эти локальные пожары, они не кругленькие такие, красивенькие, да, они необычной такой формы, то мы будем видеть какой-то хаос. И в этом ничего не скажем производителям. Как можно поступить? Есть очень интересный момент. А что если мы перейдем к видимым светам? Длина волны уже порядка 500 нанометров, и мы можем разрешить объекты вот уже с таким разрешением 200-450 нанометров. Но, видимо, схема же сама не светится. То есть все светится инфракрасным, это все тепло. Поэтому что было предложено сделать? Есть такие материалы, у которых цвет люминесценции, например, их цвет, да, зависит от температуры. Эти материалы широко исследуются. И вот видно здесь 400 кельвин, можно сказать, зеленый, здесь 10, желтый. Если мы хорошенько окалибруемся, потом мы возьмем такие наноматериалы и наложим их аккуратно на схему, чтобы в контакте были наноматериалы с этими пожарами, то по цвету этой схемы, ну вот в таком уже понимании, когда она будет светиться под действием излучения внешнего, флуористировать, мы уже сможем увидеть наши объекты более-менее вот приемлемого разрешения. Да, возможно, не идеально, потому что они не будут в идеальном каком-то, идеально сообщать, где находится область. Но, по крайней мере, мы можем локализоваться достаточно точно, и инженеры могут потом внести коррективы. И после этого уже схема отдается в печать, и она может быть более стабильным. Очень такой хороший принцип. Действительно, это было сделано уже в 2008 году с помощью сначала органических красителей, а потом они органические наночастицы. Органические хуже тем, что у нас они разрушаются, органика. Ну, неорганические кристаллы, они более стабильны, поэтому применяются они, эти вещи. Но, как бы, что интересно, как я сказал, в том числе и в нашей лаборатории мы получали такие снимки, когда клетка захватывает наночастицу. И подумали коллеги Мировое Новое Сообщество, как можно попытаться, например, применить вышеуказанный принцип для схемы, для каких-то других интересных, фундаментальных, например, задач. И вот стала такая задача, например, биология, визуализация температурных полей уже объектов, микрообъектов. И мы знаем, что клетка, она такая же маленькая. Если мы хотим исследовать что-то на таком микроуровне, нам нужны аналогичные технологии. Да, это сложнее, нужно доставить все в клетку, это должно быть менее токсично, но так или иначе, люминесцентная термометрия, вот такой принцип называется, он применим. И даже вот здесь показано справа, что у нас уже были проделаны работы, показано, что, например, ядрок клетки намного горячее, теплее, чем ее цитоплазма по бокам, это вот оптический микроскоп. И, соответственно, дальше это было развито в более такие высокоразрешающие моменты. Вторая такая задача, которая тоже в биологии стояла, это, например, такое понятие, как гипертермия. То есть когда у нас греют какую-то область, например, раковая опухоль подкожно-лазером, то есть всегда вероятность, например, очень сильно перегореть и допустить какой-то некроз. И поэтому у биологов стоит задача аккуратно все это греть, чтобы не допустить некроза. Я урожаюсь как физик, потому что я это читаю с такой литературы более популярной. Но допустить, сделать так, чтобы клетка впала в оптос. Для этого нужно контролировать то, как мы греем. И для этого тоже применяются технологии, например, клетка, когда приходит в опоптос, она более безопасна, погибает, и не происходит никаких воспалительных процессов. Поэтому нам важно греть 41-42 градуса. Как это сделать? Одно из предложений, которые в том числе развиваются в Европе, в Португалии очень сильно, это наночастицы, которые можно вживлять непосредственно либо в ткань, либо в фантомную ткань для отработки режимов облучения. Наночастицы способны поглощать свет и перелучать его либо в люминесценцию, либо нагревать, то есть преобразовывать свет в тепло. Таким образом получается, что мы имеем место и нагреваем, и одновременно смотрим по сигналу люминесценции, если он зависит от температуры, за тем, как мы греем. И это на самом деле очень интересная технология. Это вот так вот выглядит. То есть если ученый смотрит, греется ткань, и здесь вот так вот спектрально выглядит. Вот такую картинку видит на компьютере ученый и примерно понимает, где мы находимся. Вот. Второе свойство — это более высокая растворимость наночастиц на самом деле по сравнению с их макроаналогами. Это такое свойство интересное. На самом деле вот мы нашли публикацию, которая буквально недавно, в 2017 году была опубликована. Здесь показана масса растворенного вещества. То есть взяли, грубо говоря, микрочастицы кальция в ТОР-2, растворили их в воде и подержали, и наночастицы кальция в ТОР-2 их тоже подержали в воде. И потом выяснилось, что растворимость превышает в 150 раз у наноразмерных объектов. И вроде как, ну, интересные фундаментальные свойства. Узнали и узнали. Но на самом деле это нашло применение в такой сфере важной, как стоматология. Тоже, скажем так, выражаясь языком физиков, мы это все берем из каких-то общих журналов, но есть такая проблема, известная всем, это кариес. И он вызывается вот такими вот стрептококками, бактериями. И дело в том, что еще одна проблема в том, что они в том числе размножаются рядом с тем, где пломбы контактируют с зубом здоровым. Они создают кислотную среду, которая способствует вымыванию таких важных минералов из зуба, как кальций и фтор, потому что часть зубов сходит в состав фторапатиты. И поэтому что было предложено? Предложено было интересное решение. Оказывается, вот эта вот растворимость наночастиц, такая немножечко завышенная по отношению к их макроразмерных объектов, она очень подошла идеально вот для такого сферы применения. Берется стоматологический цемент, из которого создается пломба, и туда примерно 10-20% массы этих наночастиц. Такой цемент, как вот видно из картинки, он позволяет проникать в поры в воде и вымывать аккуратно вещество, например, ионы фтора. Таким образом, если мы подберем определенную концентрацию, мы способны с помощью вот этих технологий создать очень щадящую, безопасную такую концентрацию ионов фтора в районе вот этого стоматологического цемента. И, как выяснили ученые, именно вот этот фтор с минусом способен подавлять рост критококков. Более того, есть такое понятие деминерализация-реминерализация, он способен возвращать обратно в ушедшие из кристаллической решетки ионы фтора, и фтор с минусом, и кальция 2 с плюсом. Таким образом, даже восстанавливая зубную эмаль. Эти технологии, насколько мне известно, уже сейчас достаточно безопасны и применяются на людях. Это единственный момент, когда мы стоматологический цемент смешиваем с вот такими порошками. Это немножко технологически сделать более сложно, более дорого. И самое интересное, что немножечко плывут прочностные характеристики данного объекта. Поэтому в этом направлении ведется работа. Но, тем не менее, решение очень красивое и интересное. Есть еще одна интересная сфера применения, тоже, наверное, такая биофизическая. Это меньшее отношение объем-поверхность, как я сказал. Нам начнется по сравнению с их макрообъектами. Сейчас поясню, что это такое. Вот давайте возьмем какой-нибудь кубик. Расчеты, кстати, выполнил не я, поэтому ссылаюсь на китайскую книжку замечательную. Возьмем вот такой кубик, он размером с игральную кость. И постараемся его... У него вот такая площадь, 3,6 сантиметров квадратных. И мы его разобьем на маленькие кубики длиной грани 1 нанометр. Если мы вот этих кубиков каждого посчитаем на отдельной площади, то она будет равна треть футбольного поля. То есть вот такая большая площадь. Но это не означает, что мы кубик раскатали на футбольном поле. Это просто означает, что у нас появилась такая большая поверхность. И если эта поверхность активная, например, с химической точки зрения, то можно применять в очень таких интересных каталитических реакциях. И вот наши коллеги, в том числе из Москвы, они занимаются вот такой интересной проблемой. Есть такое вещество оксид церия, церий О2. И была обнаружена интересная особенность. Дело в том, что вот здесь показано... Есть такое понятие нестихиометрии. Грубо говоря, когда мы уменьшаемся по размерам, то у нас соотношение было церий О2, а стало кислорода меньше. Тут написано полтора, но что-то в этом духе. То есть нестихиометрия, а появляются вакансии кислорода. То есть из обычного вещества у нас получается вещество, где бах, и вакансия кислорода. И это происходит при уменьшении размеров. Чем это грозит? Тем, что церий имеет степень окисления 3+, 4+. Если у нас есть кислородная вакансия, например, на поверхности, то у нас на поверхности будет... Это будет провоцировать то, что на поверхности есть две степени окисления ионов церия. Это церий 3+, церий 4+. И значит, вот такая поверхность, она способна... И она, конечно, большая. Возможно, это не треть футбольного поля, но примерно тоже достаточно большой объем. Поверхность активная. Способна активно участвовать в окислительно-восстановительных реакциях. Где это нашло применение? Прежде всего, церий О2 известен как один из самых неубиваемых, неразлагаемых, неорганических антиоксидантов. Что это такое? Есть такое понятие активной формы кислорода. Если взять обычный кислород, который мы дышим, который растворен в воде, и на него, например, прицепить электрон, так случайно получится, он будет называться супероксид. И вот такой супероксид, оказывается, он более агрессивный окислитель. Если кислородом мы просто дышим, то именно супероксид способен прямо разрушать молекулы, органику, окислять различные соединения и так далее. И появление такого супероксида, например, в какой-то клеточной среде, либо в организме, оно нежелательно. И на самом деле таких радикалов очень много. Их называют активной формой кислорода в общей сложности. Что происходит у нас? То есть есть такие предложения, когда коллоидная аночтица церия вводится в проблемную область, и, например, допустим, радиационное какое-то действие, ультрафиолетовое действие возникает, и необходимо, соответственно, нам с вами подавлять эту самую негативную активную форму кислорода. Что мы делаем? Мы берем и туда кидаем вот такие вот, как я тут изобретал комочки снега, наночтица церия, которая вот по такой реакции ее нейтрализует. Честно говоря, реакцию я комментировать не буду, потому что это химическая история. Но вот я дам ссылку, если что, вы можете ознакомиться, либо потом мне написать, я почту дам, потому что там все расписано. Но, тем не менее, на поверхности происходит разложение, например, пероксида водорода до обычной воды и кислорода. То есть он нейтрализует активную форму кислорода. Пероксид, если что, тоже активная форма кислорода, тоже определенным образом вредит. Поэтому в данном случае это имеет такое применение. В этом направлении ведутся большие исследования, в том числе и на каких-то животных. Но пока что, как я сказал, это все исключительно на клетках и на животных. Но показывает свою работоспособность. Еще давайте немножко поговорим про эти активные формы кислорода. У меня в диссертации какие-то кусочки из этого были. Эти активные формы кислорода могут пойти на благо. Представьте, у вас был обычный кислород, который ничего никому не делал, и вдруг он стал агрессивным. Агрессивным, если он находится в какой-то проблемной зоне, например, там, где у человека есть опухоль, либо, например, в зараженной воде, в зараженной какой-то среде, где нужно тоже привить его агрессивные свойства, то он может послужить хорошим таким солдатом, который у нас способен решать наши проблемы. Единственное, что нужно его локализовать там, где нужно, а не там, где не нужно. Где это находит? Да, есть понятие наночстицы, такие фотокаталитические, например, оксид титана. То есть если оксид титана, растворенный в воде, в которой тоже есть кислород, поглощает квант ультрафиолета, то у него образуется так называемый фотоэлектрон. Этот фотоэлектрон цепляет кислород, который там растворен, и получается тот самый наш супероксид. Таких реакций образования вот этих радикалов очень много. Я привел достаточно такую самую простую, которую приводят в литературе. Единственное, что она происходит при ультрафиолете. А это вредно для человека, если мы хотим связывать все это дело с биомедициной, с биологией, с какими-то вещами, то даже просто так это вредно исследователю находиться, то нам нужно переходить в инфракрасный диапазон. То есть если видно, то инфракрасный диапазон проникает пару сантиметров точно, и мы должны туда перейти. Действительно, не инфракрасный, а красный диапазон. Действительно, есть такие уже технологии, они работают в клинике. Наши коллеги тоже в КФУ это используют, мы видели. Когда фотономическая терапия происходит, то есть человек освещает и создаёт активные формы кислорода, вот так вот интересно, с помощью света. Это выглядит вот так. То есть есть такая молекула фотосенсибилизатор, она способна поглощать квант света, но при этом эту энергию, грубо говоря, она отдаёт не перезлучая, а, например, она её как бы аккумулирует, а потом отдаёт обычному кислороду. И обычный кислород становится агрессивным кислородом, но его называют ещё сеглетным кислородом. То есть вот такую цепную реакцию мы способны создать в нужной зоне вот такие вот агрессивные кислороды, которые сделают своё тёмное дело, но по отношению к злокачественному образованию. Но как бы проблема опять остаётся с тем, что всё равно видимое излучение, оно не проникает так глубоко в ткани, и имеет место рассеяния, имеют место какие-то другие моменты, которые способны очень сильно ослабить эффективные действия данной терапии. И необходимо прийти вообще в инфракрасную область, она более такая надёжная, либо в рентгеновскую. И что предлагается сделать с помощью нанотехнологий? Сложная система, учёные научно-сообщества немножечко в поиске, но всё равно предлагают такой интересный принцип. Мы берём наночастицу и на неё наматываем вот эти вот фотосенсибилизаторы, которые я говорил, органические. Наночастица поглощает либо инфракрасный свет, либо рентген и перезлучает его видимой. А на поверхности этого наночастицы находятся вот эти самые фотосенсибилизаторы, которые только на видимый свет и реагируют. И если они локализованы в какой-то, например, раковые клетки, то происходит то самое терапевтическое воздействие. Система достаточно очень сложная, это сделать очень сложно, но в целом такие технологии есть. И что интересно, сейчас уже научились делать так называемые рентгенолюнинсценции, когда рентгенские лучи проходят сквозь практически нас спокойно, и при этом точно вот таких вот частичных поглощают. Это уже реализовано нашими коллегами, но есть и другие публикации, если кому надо, я могу потом привести. Как это происходит? Это происходит вот так. То есть у нас есть такое вещество, как церитерби и трифтор-3, например. Это то, с чем работаем мы, и то, с чем работает мировой научный сообщество. Оно представляет такой порошок, но тут как бы интересный есть момент, что этот порошок способен переизлучать в видимую область. И вот здесь на самом деле показано, что китайские исследователи сделали интересную вещь. Они создали такую наночтицу на основе, указанную выше, и она способна вот так здесь переизлучать видимый свет, и этот видимый свет у нас начинает повреждать. И ДНК, он здесь делает активную форму кислорода, и какие-то более локальные повреждения. Таким образом, они показали реально, что вот на мышах, что имеет место уменьшение опухоли. И пока что вот на самом деле за пределы работы с мышами мировое научное сообщество не продвинулось. И это очень так пока что настораживает, но нанотехнологии стараются как бы преодолеть. Соответственно, уже мышам поставлен памятник в Новосибирске, потому что очень много экспериментов проводят, и практически каждая вот такая работа по нанотехнологиям, она сопряжена с гибелью достаточно большого количества вот таких вот маленьких зверушек. Таким образом, есть, естественно, другие сферы применения. Например, у нас есть различные каталитические другие реакции, потому что у нас очень большая поверхность. Есть, например, интересные квантовые устройства, квантовые компьютеры. Этим, наверное, в КФУ не так много занимаются, поэтому я здесь просто привел как для того, чтобы не быть пустослоном. И вот тоже выходят какие-то обзоры, где нанотехнологии пытаются бороться с ковидом. Но пока это все что-то как-то не очень сильно, не очень сильно такое убедительно смотрится. Поэтому какие у нас имеются перспективы развития? Дело в том, что есть очень серьезные ограничения. Например, нанотехнологии очень плохо светятся. Там большое количество тушащих агентов происходит. Ведь когда у вас маленькая частица, очень мало излучающих центров, а еще на поверхности ее, например, загрязнители, вода, какие-то органические молекулы, они просто тушат люминесценцию. Они воруют энергию у активных ионов, и получается, что нам нужно повышать их какие-то квантовые выходы люминесценции. Второе, они достаточно токсичны. Они достаточно токсичны, да, пути развития они достаточно токсичны. Они накапливаются в различных органах фильтра, и пока что неорганические наночастицы, вот мы смотрим работы, не получается их каким-то образом вывести из организма, и приходится ученым на этом поводу тоже большое количество внимания уделять. В частности, уделяют внимание покрытию наночастиц, потому что хорошее покрытие из полимерного биосуместимого материала способно дать вот этот тот самый выход этих наночастиц, вывод из организма. Ну и третье, это повышение функциональности. Дело в том, что сейчас очень важно, например, взять и наночастицу доставить в какой-то объект, неважно, мы говорим про организм человека, либо где-то в микросхеме и так далее. Для этого, например, необходимо, чтобы она имела магнитные свойства, и мы внешнее магнитное поле могли бы ей управлять. Второе, например, чтобы она обладала также свойствами, чтобы ее можно было диагностировать, видеть. Например, МРТ-томография, есть такое понятие контрастный агент. То, что повышает контрастность на основе годолиния, то есть она начнется, должна еще дополнительно такими свойствами обладать. Ну и третье, например, она должна еще нести на себе какие-то органические молекулы, вектора доставки лекарств, поэтому это все сейчас бурно активно развивается, и, собственно говоря, мы вот тоже пытаемся внести вклад в плане повышения квантового выхода леденгистенции, что достаточно актуально сейчас. Ну и в плане тоже уменьшения токсичности мы ведем работу с нашими коллегами-микробиологами с кафедры и так далее. На этом, наверное, у меня все. Я постарался быть краток. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.